Не первый у нас. Я просто буду называть это санэпидемстанция. Подойдет это? Ну, как бы такого нету уже в это. Сейчас есть Роспотребнадзор. Другое. Ну, я знаю. Коротко биографию сказать. Санэпидемстанцией самые сложные отношения были. Насколько они поступали несправедливо. Поставили задачу уничтожить лагерь. Это все отображено в документах. Уничтожить. Подключили себя КПРФ. Секретари. Это уже секретари района и прочее. Дальше. ГТРК. Это очень серьезно было. Прокуратура. Милиция. ФСБ. Евгейская организация ВНЗР. Профессора. Бросили все против лагеря. В 98-й год. 15 краевых комиссий. Два уголовных дела против меня. Это что-то стоит? Но осенью, когда я вернулся, так называемая статисфакция не была подана. Требовал реудовлетворения. Подал в суд. Три процесса. Полностью выиграл. Разогнали всех. И начался какой-то разгром. Самый главный ММК на Алтае писал, который нашли мертвого убитого. Непонятно почему. Первый, значит, который начал, тоже мертвый. Кровая прокуратура подрогнулась, что Бог сделал. Дальше приехал. Всю осаду снял, снял. Есть краевая администрация, заместитель. Тогда у этого был. Ровно, сейчас не знаю, укарлен он там или нет. Шойхет. Вы знаете? Яков Нахманович. И он приехал. Москва взялась за дело. Путинская газета, российская газета напечатала. Шабаш нечистой силы. Фотографиями. Сразу две машины краевой администрации. Сняли осаду, взяли все анализы, оказались выше среднерайонных. Ничего не подтвердилось. Ни малейшие, говорится, молекулы нет. Все было надумано. Понимаете как? Мне хотелось бы, чтобы вот ваше присутствие было не таким. Не таким. То есть вы спрашиваете, мы все показываем. Но не так, что вот посмотрели для галочки, поставили. Мне хочется показать вам все. И как едят, и как спят, как отдыхают, где купаются, где у нас костер. Пятница у нас костер. Где у нас костер. Где смотрят фильмы. Где чему учатся. То есть, чтобы это была полная ваша настоящая командировка. Вы согласны с этим? Ну, все. Милости просим. Подождите, Игнать Тихонович, распоряжение, вас должны ознакомить с документами, да? На основании которых мы приехали к вам. Поэтому где-то можно, это где можно? Мы можем, может быть, пройти. Да, пойдемте, пойдемте. Пойдемте, зайдемте от комаров. Мы можем зайти даже на кухню. Нет, давайте вот здесь, если можно. Вот здесь, можно? Ну, давайте. Давайте, пожалуйста, стирайте. Давай. Поднял еще что-то. А тут приезжала прокуратурная милиция, они зашли на кухню за трассой, там комаров меньше. Давайте, так зайдите со стороны, снимай документы. Так, это вот распоряжение. Давай. Подпи распоряжение мы вам обязательно сейчас вручим. Так, вы, пожалуйста, знакомьтесь. Вот распоряжение. На основании чего мы приехали? А вы своими словами скажите. Хорошо, хорошо, хорошо. Установить, что настоящая проверка проводится с целью требования прокуратуры Мамотовского района о проведении проверки от 27.06.2016 года, номер 02-37-2016 года. Так как прокуратура Мамотовского района... Да, да. Простым пункт, я назначу, чтобы мы их выполнили все. Да, да, да. Сейчас, сейчас, сейчас мы все. Ручку держите, пожалуйста. Волнуюсь. Как бы что ли? Давайте. Так, а ты заснимай, чтобы потом просчитать можно было. Ну, я вам дам копию. Я копию, мы вам вручим. Так, вы, может быть, сразу знакомитесь. Там вестит кто-то запрашивает. Сейчас вначале там собирать. А там еще и нету. У нас хорошее отношение. Вот здесь, как бы, вот, подпись проверяемый объект, расшифровка и сегодняшняя дата. Вы-то тут должны вот расписаться. И здесь вот время... А в чем расписаться? Что мы к вам приехали. Что комиссия была. Да, что вот в распоряжении мы с вами, вам знакомим, с распоряжением вас знакомим. И на основании чего мы приехали? Вы же документы должны нам расписаться. Ну, конечно. Я попрошу сейчас у меня... 12.43, но приехали в 12.40. Мне что-то просчитает, а там не считают. 12.40. Ага. Да, 12.40. Такой документ я должен знакомиться. Да, вот это вот распоряжение. Что, читать? Так, подожди-ка, я вызову. А пока отставьте это. Пожалуйста. Пожалуйста. Вызову. Все, окей. Солон. Время, это, наверное, уже как раз, все равно с обед работа кончается, да? Угу. А это, Володь, это ледерка зелененькая где посмотреть для собак, которые... Ну, где-то или в подвале, или вон тут, на заборе, в подвале. Я даю сигнал, а мне денег нет, поэтому я никому не звоню. Хорошо. Вы далеко? Вы еще не вышли? Ну, приди сюда, ты мне нужен. Ты больше всех считаешь. Тут приехала комиссия, мне нужно расписываться, но я должен знать, за что расписываться. Давай. Ну и, товарищи там оттуда, снимай всех с работы. Все, давай. Идем. Нам обидно, конечно, что вы тут где-то блуждали. Мы не знали дорогу. Как можно вас найти? Я лежу в деревне, уже проехали, а там дорога-то заросла. Мне надо было сказать, по телеграфным столбам смотрите, мы бы тогда сразу повернули. Так, вы пока это оставьте, чтобы время не тратить. Давайте кое-что посмотрите. Нет, мы зайдем к вам в лагерь, когда вы подпишите официально, ознакомитесь с документом. Ну, то время-то, давайте, пока придут. Ну, мы же должны ознакомить вас, вы должны нам разрешить проверку подписью в распоряжении. Чтобы время-то не тратить. Это долго, они на далеко на работе, пока придет у меня. Они не могут без вашей подписью, без вашего разрешения идти по закону. Ну, просчитай ты, просчитай. Ради бога, ради бога. Пускай Сергей Павлович просчитает. Ради бога. Давай. Покажи, а там к распоряжению, пожалуйста. Так, распоряжение проведения плановой, внеплановой выездной проверки юридического лица индивидуального предприятия. Так, провести проверку в отношении местной религиозной организации православных христиан Крестовозвиженского община города Барнаула. Местонахождение. Барнаул, строительная, дом 62, офис 16, юридический адрес. Местонахождение обособленного структурного подразделения. Расположено расстояние 100 метров в северо-западном направлении от дома номер 14. Расположено по улице Марии Лапкиной, позелка Потеряевка, Мамонтовского района. Верно? Это лагерь, а лагерь? Да, назначить лицом, уполномоченными на проведение проверки. Собину Татьяну Владимировну, главного специалиста-эксперта управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю. Гасилину Аллу Юрьевну, главного специалиста-эксперта территориального отдела управления Роспотребнадзора в Алтайском крае, Заяловском, Боевском, Мамонтовском, Родинском и Романовских районах. 4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов представителей экспертных организаций следующих лиц. Кабанову ТГ, врача-эксперта филиала ФБУЗ, Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае, Заяловском, Боевском, Мамонтовском, Родинском и Романовском районах. 5. Аккредитованный испытательный лабораторный центр, аттестат, аккредитации, ну тут цифры какие-то от 2013 года. 5. Установить, что настоящая проверка проводится с целью требования прокуратуры Мамонтовского района о проведении проверки. Ну, потому что у нас тут, я скажу, разведенная, суд решил ребенка отцу отдать, а мать решила еще что-то, видимо, в это время. Она не хотела, чтобы ребенок был, он второй год уже, из-под Москвы, от Сергея в посадку. Ну и вот она тут начала бомбить все это дело. Я давал, разговаривал по телефону, ребенок начал плакать, я отказал. Зачем это нужно? Все дети отдыхают весело. Я не знаю, откуда инициация идет, она не может еще с мужем сделать, почему она не говорит, что мы-то ни при чем здесь, и не в разводе, я их не знаю, я их в глаза не видал нигде. Ну, а я подумал, что это все на пользу. Любая антиреклама, есть реклама. При установлении цели проводимой проверки указывается следующая информация. А, в случае проведения плановой проверки ссылка на утвержденный ежегодный план. Надо же, сколько организаций, сколько написано. Администрация, или как сказать, сегодня... Вы, в случае проведения вне плановой... Подожди. Сильно раздутый был административный аппарат при коммунистах. Сегодня в 4,5 раза больше. То есть разное придуманное, кто-то за кем-то смотрит, тот за тем смотрит, все машины ездят, все работают, все получают. И никто ничего не делает. Страна неизвестна мне и зачем. Так, вот в случае проведения внеплановой выездной проверки, двоеточие, ссылка на реквизиты ранее выданного проверяемого лицу предписания об устроенении выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек. Ну, какой вы... Да я должен знать, какой. У меня еще не было. Чужой. 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 Да. Вот, видите тут галочкой. Вот, вот это вот, как бы, предмет настоящей проверки, которая вот... Не, ну, у вас проверка внеплановая, вот в случае внеплановой проездки, вот ссылка, 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 ссылка. Ни одной ссылки мы не видим. Хорошо. Предметом настоящей проверки является отметить нужное. То есть это вот можно все перечеркнуть, не нужно ничего, получается. Соблюдение обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами. Ну, и пускай соблюдает. Какое отношение к нам это имеет? Какое? Я не государственная структура. Дальше дети у меня не утонули. Ни 14, ни 25. 96 под капельницами не лежат, как в Хабаровске других, что сообщает нам сейчас. Ни один, 45-й год. А проверка у меня идет, там нет проверок. Там гробы в мешки отправили, мертвецов и все. Уже три только сообщения мне пришло, сколько с детьми беды. Это сатана крутит мозги людям. Ни одного отравления, ни одного повреждения, ни одной болезни, ни одной потери. За 44 года не рублят государство. Тысячи детей побывали. Это никому не понятно, что это делается, а чей это указ? Это те, которые добра желают нам. А что, приезжала комиссия, у вас должна быть проточная вода. Нет проточной воды, у нас колодцы. А вы, не кто-то, хороший заместитель солдана, а вы вот сюда на столовой поставьте бочок, чтобы вода текла. И мы запишем проточную. Тогда нарушений не будет. Я говорю, есть такая улица, Луговая, в Барнауле. Там проверяют такой дом есть. На здравомыслие человека. Вот тогда будет это. Приезжают у нас, деревья были ниже, огромная, лампа ртутная, все освещает. Освещения нет. Я говорю, вот, у нас так написано, опровергайте через суд. Столы, не струганные доски. У нас струганные доски, клеенки. Опровергайте через суд. Москва, путинская газета называла, шабаш нечистая сила. Мы это все проходили. И я на это, какой я могу дать ответ? Пожарник отводит. Вы знаете, что сделаете такой большой громоотвод. Вот, и мы от вас оставим, какой громоотвод, от чего вдруг молнии в нас полетят. До самого маленького повреждения, это 44, вам даже 44 года, может, нет. А я это сам беру на себя все. А почему? Говорят, только благодаря тому, что человек решил сделать лучше для России. У нас главный розыск, вы увидите, Россия должна встать. Россия это мы. Это не подходит. Экстремистский лозунг. Экстремистский, а Россия не для русских. А мы не говорим этого. Мы говорим для всех. Вот только что приехала Тувинка. Вот только перед вами машина пришла, он привез вот из Барнаула, из Канады. Мы из Бразилии, из Израиля, откуда только не было людей. И мы показали, что Россия жива. Она не умерла. Пока есть инициатива сделать добро. Эти требования, конечно, не дают никакое. Почему лагерь Стан? Лагерь Стан это передвижное, палаточное. Вот покажу вам большой шалаш. Зайдем обязательно на 30 мест. Где отдыхают дети. Какой лагерь может похвалиться? Лагерь, в котором вместе с детьми могут пребывать родители. Я покажу необычности такие. Нигде это не разрешается. У нас разрешается. Это возрастной сенс какой? Вот вы видите, пятилетняя. Вот нынче приехала на мать, лежит с шестим ребенком. Пятеро детей. Я их кормлю, пою. Стараюсь одежду там новую достать. Бесплатно. Это кому-то поперек стоит. Они ничего не могут сделать. Они ничего этого не делают. Везде должность. У меня нет никакой должности, ничего. Но от нас уходящий в армии еще ни один не был под дедовщиной. Племянник у меня проверяет несколько раз. В президентском полку. Второй дивизии Дзержинского. То есть наши люди ценятся очень-очень высоко. Вот юрист завтра приедет. Он с красным дипломом юридически закончил. По особо важным преступлениям в Алтайской 2-й прокуратуре. Он сейчас в адвокатуре. Наших людей знает везде. Что мы желаем добра не просто вот этого места. 21 тысяча разрушенных сел. Тысячи. Мы первые решили построить. Возобновить. В Барнауле есть законодательное собрание. И там есть депутат Данилова Нина. От КПРФ. Она говорит. Закрытие поселения это не просто цифру. Это потеря территории. Она пустая не будет. Здесь будут жить другие. С юга китайцы. Нам непонятно это. Мы не желаем это. Мы желаем, чтобы по-другому было все. И вот теперь, ну давайте, я не ответил. Дальше следующее. Я отказываюсь. Я вас не пускаю. Еще на этом дальше. И все. Ну вот смотрите. Вот здесь это проверка внеплановая. То есть вы нам должны предоставить ссылку на реквизиты обращения и заявлений граждан. Кто заявил на то, чтобы эту... Требования прокуратуры. Требования они проверили. Требования прокуратуры должны по заявлению гражданина какого-то отвечать. Что это за гражданин? Мы обязаны узнать. Кто на... И что она написала? Что она написала? Сведения о гражданине? Ну, милиция прокуратуры были здесь. Как не разглашается? Вы обязаны нам. Ссылка на реквизиты обращения и заявления граждан. Юридических лиц и индивидуальных... Ссылка на номер обращения. Оступающих органов государственных органов. Ссылка на номер обращения гражданин. Так, что-то мы делаем неправильно. Ссылка на реквизиты. Давайте реквизиты. Сейчас. И тогда конкретно по реквизитам, что у нас не так. Что не соответствует здоровью ребенка. Здоровому образу жизни. Это православный лагерь, поэтому умолимся. Трудовой мы работаем. В его названии, в регистрации все это сказано. В связи со статьей 622 ФЗО прокуратуры РФ прокурор вправе требовать от руководителей и других должностных лиц, контролирующих органов, проведение проверок по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям, а также предоставление необходимых документов, материалов и иных сведений. Требования прокурора, вытекающие из его полномочий, подлежат безусловному исполнению установленный срок. В силу пункта 3 части 2 статьи 10 ФЗО защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля надзора и муниципального контроля основанием для проведения внеплановой проверки является требование прокурора в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям. Что это за материалы обращения? Мы даже вот... Ага. В связи с обращением в прокуратуру района, в Гусаковой Светланы Владимировны... Это не Батугиной. Они уже были, смотрели, ничего не нашли. В котором она указывает, что для ее сына Батугина, Тимофея Михайловича, находящегося в детском лагере, Тани, имеется угроза причинения вреда здоровью, жизни в связи с несоблюдением требований федерального законодательства. Мы уже доказали. Прокуратура была, ничего не подтвердилось. Значит, вопрос снятый. Милиция, все было здесь. Уехали с самыми лучшими пожеланиями. Я всегда говорю, у Путина очень хорошая команда советников. И вот не раз потонули дети, и все, нет. Каждый день сейчас звонят. Он сказал, не разовый отчет. И каждый день звонят. Мы к вам приезжать больше не будем, все в порядке. Милиция и прокуратура приезжали. Это уже в интернете все выставлено. И что? Каждый день спрашивают, как у вас дела? Я говорю, все хорошо. Все хорошего. Никаких претензий, значит, по этому причину нет. Этот документ не имеет силы, никакой. Значит, этот документ потерял свою силу юридическую. Проверка была по этой теме. Что дальше? Чем вызвана эта проверка? Тем более, я вас ранее пригласил все показать. Все, что желаете. Все. В баню обязательно сходить. Где у нас костер идет, где обедает, кухня, где хлеб выпекаем сами. Мы сами все это делаем. Ну, вы сказали, что ознакомились. Ознакомились. Заходить не за чем тогда, если это только этим вызвано. Если вам нужно посмотреть, я вас запущу. Только документы сложите, как хороших гостей. Не как органы власти. Как органы власти вы ко мне претензий не имеете. Их уже сняла с меня прокуратура и милиция. Уже сняли. Наша служба должна посмотреть ваше пребывание. Ну, я посмотрите, приглашаю вас, как гостей, но не как прокурора. Прокурор уже доказал, у нас ничего этого нет. Она обманула. Его спрашивают, я вызову сейчас. Вы с ним поговорите. Тебя крапивой стягали? Нет. Он отвечает, как взрослый. Нигде. Она ничего не знает. Она не была, не видела. Она видит только ролики, которые мы выставляем. А мы каждый день выставляем 5-8 роликов. Ну, снимается все. Мы еще не скрываем масло. Видите, написано. Идет видеозапись. Везде написано. Поэтому проверки нету нужды никакой. Она закончилась проверка 2 недели примерно назад. Так что тут опоздали. У нас есть официальное распоряжение. Ну, и что, она не основание, это другое распоряжение. Причина какая. Плохо ребенку стало или что-то. А это уже мы проверяли. Пребование прокуратуры является законным основанием для проведения реклановой проверки. Прокурор был здесь, помпрокурора. Он нам дает поручение нашей службе посмотреть ваш лагерь. Не понимает. А зачем там была проверка с прокурором, с милицией? Это что, игра какая-то? Мне детей в бестолку тревожить не надо. В нарушение правил я иду. Чтобы вас запустить сюда, нужно взять разрешение от двух общин. Крестово-Возвиженской Барнаули и Потеряевской. Но в экстремальных условиях я могу это сделать. А потом дать отчет им. Я иду на это. Вы хорошие люди. Прекрасные соседи. Приехали. Ну, просто как гости. Проверять нечего. Я вам все покажу. Все у меня открыто. Тогда положите документы здесь. Мы как гости не можем зайти к вам, потому что мы являемся представителем. Можете представитель, но не по этому делу. Это дело уже рассмотрено. Я уже отвечаю вам. В правлении Роспотребнадзора мы к вам не как частные граждане приехали. Так что я не так сказал? Причина, по которой вы приехали, она уже была рассмотрена. Она же рассмотрена. Зачем теперь насмешка какая-то? Те же органы власти были Российской Федерации. Если другую причину мы вас пустим, по той причине уже проверка была. И тогда зайдете как представители власти. Причина рассмотрена. Прокуратура осмотрела свои вопросы. Мы являемся надзорным органом, который смотрит соблюдение требований санитарного. Мы повторно начинаем делать. Что это рассмотрено. Все, она не была, не знает. И прокурор отвечал, и я, и отвечал он. Мальчишка, присутствие, заснято. Все стоит на весь мир, люди смотрят. За два дня 1300 посещений. Ничего мы не сокрыли. И дайте другую причину приезда. Если вы просто гости. Причину приезда вам уже огласили. У нас есть требование прокурора, законное требование. Это рассмотрена причина, все. Там может быть две причины. То есть вред здоровью может причинить, что вы его стягали, а с другой, вдруг там он там воды какой-то там. Позови, Тимофея. Нет, это не наше вопрос. То есть он прокурор может назначить дополнительную. Может назначать дополнительную, но другую причину. Это уже рассмотрено. Эти были не глупые люди. У нас основное, пока в Калычеюком приехали, требование прокурора. Это основание для проведения планов проверок. Проверена прокуратурой Российской Федерации. Если прокурор сам был... Я должен тогда поставить под сомнение то... Прокурором-то что движет-то? Что получила заявление? Заявление, что требование вот этой вот батуги. Немоша, подойди сюда. Хорошо, вы отказываетесь нас пускать. То есть вы препятствуете проведение проверок. Давайте конкретно. Какие жалобы идут? Вы не хотите проверить? Перед вами, мальчик, заново проведите проверку. Мы можем зайти в лагерь с вашего разрешения. Не разрешаю, потому что нет причины никакой. Хорошо, тогда мы должны с вами... Документы тогда положите, просто гости... Мы не частные лица, мы не гости. У нас было такое. Мы можем зайти... Вот он, пожалуйста, говорите с ним. Вы не надо мальчика, мы сейчас взрослые люди разговариваем. Пусть он идет. Иди, малыш, обрабатывай. Он вам не нужен? Сейчас он нам не нужен. Мы с вами разговариваем о том, что мы тогда с вами сейчас... Вы понимаете, это игра идет, игра. Здесь она не получила ничего, она сейчас давай прокуратуру еще проверку делать за ее счет, как в Америке. И она бы захлебнулась в злобе своей. Когда бросила мужа, пошла к чужому, бросила ребенку. Почему она не доказывает? Почему? А теперь хватилось? Суд мужчине редко присваивает ребенка. Именно ему. Что тут играть-то? Что непонятно? Что я у власти, а завтра не у власти, буду их по-человечески расслуживать. А сегодня меня прокурор послал. Неправильно послал восстань. Что бояться-то? Должен потерять. Ну, прокуроры, что он? Сегодня прокуроры, завтра первый секретарь райкома партии, Купаев, сидит в тюрьме. Четыре года. В Алтайском крае. Тогда, если вы отказываетесь от проведения проверки, мы обязаны позапиксировать. Нет. Вы в распоряжении должны... Я не отказываюсь. Проверка была. Дальше давайте. И какая еще причина? Нет, подождите. По Батогину уже проведено. И поэтому у меня смысла нет никакого. Он вам и не нужен, оказывается, был. Мы к вам приехали с конкретным распоряжением. Что от меня нужно? Давайте по пунктам это считать тогда. Вы должны сейчас написать нам в распоряжении, что от подписи распоряжения отказывают. И мы должны составить протокол. Составляете? При понятых о том, что вы отказываетесь от проверки в Адроге. Скажите, что проверка-то была. Вот другого писать не надо. Иначе тут надо четверых секретарей иметь. Считай дальше. Правовые основания проведения проверки о санитарном и эпидемиологическом благополучии населения. Федеральный закон от 2008 года номер 294 о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля надзора и муниципального контроля. Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул. Что за счет дневные? Мы ночное куда? Мы не попадаем даже под это. Они у меня на месяц. Не три недели, как во всех лагерях, месяц. И продолжают дальше пожелать. На второй срок остаются. Вот только что пришла машина. Очень далеко ехали. Одних только авиационных пересадок сколько было с Канады. Зачем бы они ехали? Беду наживать? Детей я, конечно, не отдам. Не отдам только милицию, связывать, бить будут там. Ну и все остальное. Ну а это зачем? Они приехали, мы приняли, показали. Больше полторной проверки нет, еще недельно прошла. Нового заявления не было. То заявление рассмотрено. Если бы она еще сказала, узнала новое преступление, как в других лагерях. Из палатки любую вытаскивает и пошел спать с ней воспитатель. Дальше говорит, у нас два этажа. А там девочки, тут мальчик. Утром приходят, нижний этаж пустой, все ночевают на улью. Нам это надо. Их лагеря это гноники разврата, у нас этого нет. Где девочки там даже мимо проходить, кельи нельзя. Не говоря о другом. Даже пальцем прикоснуться нельзя. Когда целомудрие воспитано с детства, тогда можно ожидать не разводов, а хорошей настоящей семьи. Это поперек стоит. Мы же понимаем, делая так. Вот потеряевки поселиться, кто желает, должен отвечать пять требований. Первое, не лгать, доказать. Не пить, не курить, не материться, не воровать. Я в кровой администрации. Они говорят, у нас ни одного тут такого нет. Мы врем на каждом шагу. Статистики везде. Матерятся подряд, курят. Ведь ни один не подходит. Такие требования где еще есть? Вы видели надпись? На территории даже деревне курить не разрешается. Мы сделали все возможное, чтобы обстановка была другая. Люди вспомнили, какие у них, как говорят, корни, какой был русский человек. Ну вот теперь вы приехали. Вам нужно посмотреть. Я говорю, оставьте документы, я вам все покажу. Значит, вам это не надо. Если бы вы сказали... Мы не имеем права к вам зайти в лагерь. Приезжали уже. Без вашего разрешения. С моим разрешением. Вы не являетесь физическими лицами. Я поясняю. Позапрошлый год приезжает женщина, но она оказалась не той комплекции. В брюках. Заходить нельзя. Но она с анапидемстанцией. Я говорю, вынесите платье. Она в платье не может влезть. Я говорю, принесите кусок материи. Но теперь положите документы. Хорошо, согласна. Она прошла, все посмотрела, убедилась, а ничего и нет. Я говорю, а в документах вы ничего не можете отображать. Я вас принял как гости. Ей надо было, и она прошла, и не стала. А я теперь протокол составлю. Вы меня не пустили. Я не пускаю под условием, которое вы ставите. Надуманные. А как людей, хороших и добрых, владельцы, сейчас пойдем. Притом, я заранее сказал, чтобы все показать. А вам и ничего этого не надо, оказывается. Вам нужно только одно, закрыть лагерь. Но я убеждаю, не закрыть его. Мы хотим зайти и посмотреть. Не закрыть. Знаете, сколько обожглось? Я вам уже говорил. Только собирали их. Не знают откуда. Лучший журналист МК писал статьи. Нашли его убитым. Александр Самольцев. Все. Это Бог делает. Зачем вам под эту молотилку лезть? Мы для Бога делаем. У меня ничего нет. Совершенно ничего. В степи. И с детям сделать так, чтобы из года в год приезжали. Уже 18 лет приезжает. А другая, если дети, теперь сюда ездят. Было плохо. У вас же никто ни в чем не обвиняет. Мы к вам хотим зайти, но на основании разрешения официального. Мы же не физические лица. Причина не указана. Я сказал. Я согласен. Причина вот обвиняет вот эта женщина-батубина. Женщина обвиняет. Обвинение разобрана. Обвиняет. Это было обвинение. Она меня без конца будет трепать. И я буду ей, которая брошила ребенка, брать за основание это. Нет, конечно. Вы согласитесь, что это я говорю вам справедливо. А так сказать, я, как говорится, сбрындил, сел и поехал. Меня не пустили. Да какие вы тогда? Вы тогда совсем никакие. Положите эту бумажку к себе. Она уже была у меня. Положите документы здесь и пойдемте, посмотрите. Все. Все. Я вас приглашаю просто. И вы скажете. Вы, мы видели, без всяких документов. На кухне готовят, вас угостят, покормят. То есть все, что вы пожелаете. Игнатий Петрович, ну мы же должны, вот то, что вы нам покажете, мы при вас тут все это напишем. Не писать не надо, ничего. Уже все. Уже было писать. Если бы была бы причина. Причины никакой нет. Только одна причина. Дело в том, что, понимаете, прокуратура, она свои вопросы смотрела. А санитарная служба, как вы выражаете, мы будем свои вопросы смотреть. Мы за пределы своей компетенции, мы никуда не... Зашли. Причины нету. Нет причины никакой. Размотрели мы это все. Ну подождите, ну а прокуратура... Ну что прокуратура, это не Бог. Это без совета с нами. По совести. Уже рассмотрели один раз. Суд уже закончился. Человек уже сидит. Еще рассматривает. И мы апелляцию не подавали. А она? Она звонит, я сказал, больше не звоните. Вы желаете недоброго сыну. И она снова начинает долбить. То есть она потеряла мужа, теряет сына. А в других странах, вот эти выезды, это все за ее счет. Она бы села. Вот в Америке, там... В Америке вызвали скорую помощь, выдадут себе документы. 5 тысяч долларов заплати. Теперь умножь на 70. 350 тысяч рублей за вызов скорой. А подумаешь. Поэтому я ездил в Америку, и везде спортплощадки играют. Говорю, почему? Слишком дорого обращаться к врачам. Здоровье дороже. У нас ни один не болеет ребенком. Пожалуйста, по выбору при мне. Можете с любым поговорить. Да какие у нас дети? Вот одна девушка приехала, у нее дипломов, я не знаю. Музыкант, кажется, 96 дипломов только. Нет, ну мы вообще хотели посмотреть, где у вас дети размещены. Вот эти вопросы, водоснабжение, размещение детей. Посмотрите, все. Ну только после того, как в распоряжении вы дадите нам разрешение подписать. Я говорю, не по этой причине. Вам не надо это. А вот Шохин приехал, никого не спрашивал. Молока выпил, пошел в колодец, выпил, все, все прекрасно. Сели на берегу, побеседовали. Вы с другими приехали причинами. Это они выявились. Причин нету. Уже рассмотренная причина, ложная при том. Ничего не подтвердилось. И на это лжи еще один раз наехать на меня. Я не пускаю по этой причине. Почему? Иначе я безрассудно поступлю. Да мы не говорим, что... 45-й год. Вы маленько задумайтесь, когда поедете. 45-й. Не рубля от государства. Все надо было построить. Каждый день и накормить. Достать. Было бы интересно. Сохранить. Я покажу зал, где смотрят фильмы. Храм Божий. Где дети молятся. Это, Сергей Павлович, а вы думаете, что? Просто так перед вами человек... А это к вам очень близкий. Кинолог. Обладающий брошенной собакой, которая стала чемпионом России. И мы с ней приехали, у меня 38 книг вышло из печати. И я принял решение подарить библиотеке мира. Доехали до Владивостока. Во все города, районы и центры подарили. Поехали Россию. До Лиссабона, до Антонатического океана. В Скандинавию и Прибалтику. И везде подарили книги. Прошли Турцию. Шесть мусульманских республик. Мы миссию мира несем. И все знают, что у нас есть дети. Это не два года, не четыре дня. Там таких проверок, где утонули, нет. А что кого проверять? Утонули и нет ничего. Ну нельзя же из этого, где-то убили взрыв. А теперь будем копать, у вас взрыв все равно будет. Нет взрывов? Нету? К нам наезжали такие. А уезжали они другими. Со слезами. А зачем же мы тогда это все делали? Да потому что Бога не знали, Христа не знали, Евангелие не считали. Мы несем добро. И по правде. Скажут, проверяли второй раз. Такого у меня ни разу не было. Ни разу. Мы выполнили все. Мы тоже не со злом пришли. Мы пришли с официальной бумагой. Мы пришли. Мы не пришли вам нанести ущерб. Вам не надо это смотреть. Вы не хотите. Я вас приглашаю. Вы не можете сказать, что вас не запустили. Скажите, под условием, которое мы поставили, там нас не запустили. Вы добавьте это. А какие условия? Это рассмотрено и оказалось ложным. Фиктивным. Она не была, не знает. Тем, что вы не подписываете распоряжение, вы фактически говорите о том, что вы нам официально не разрешаете. Только с вашей подписью мы имеем право официально к вам зайти. Какую подпись? Там против себя? Почему? Вы знаете, Иуда Бен Гур есть фильм. И он ему подарил самый хороший кинжал. Говорит, а это что, легкий намек, чтобы я сам себя зарезал? Нет, конечно. Мы сделали все возможное, чтобы было хорошо и вам. Вот прокурора прислали, Мамонтова. Она после проверки говорит, а моего сына в лагерь возьмете? Это же самое было в Барнауле. Вы понимаете, мы к вам зайдем, посмотрим лагерь. Мы же обязаны написать все, что мы увидели. Как гости. И так напишите. Скажи, мы заходили не как официальные лица. Вы же должны подписать эти документы. Что мы ничего лишнего вам не написали. Понимаете, мы уже пятый раз одно и то же повторяем. Причины никакой нету. Причина, которая была, она была уже разобрана органами власти. И дальше повторно где-то, это я смотрю, как подделка какая-то. Я несерьезно не могу воспринять это. Я с прокуратурой очень знаком. Очень знаком. Меня-то освободили только в 87-м году. Капали запрещенного. Если вы знаете. Подписывали какие-то документы. Вы знаете мою биографию? Нет, конечно. Не знаете. Я только освободился в 87-м. Благодаря Горбачеву. Первый в России, кто публиковал Архипелла в ГУЛАГ, я напомнил Россию. Библии начитаны. Мои труды видели в библиотеке Путина, в библиотеке Ленина. Это если книги попадают в заключенном, люди другие становятся. А подыскиваются лагеря. Это мы в 98-м году проходили. С 98-го года все снял Шойхер. Больше не было. 15 комиссий за два месяца. Это шикарно. Все сняли. Напечатала газета российская. Я могу статью дать показать вам. Шабаш нечистая сила. Еще повтор. Нам это зачем? На те же ограбли лезьте. И главное фотографии. Давай выявлять кто. Волобуево нашел. Он говорит, а я не отдавал в эту газету. И разобрали как положено. Послали такого человека. Видите как? Доктор медицинских наук Шойхет. Зам губернатора. Все обошел. Вник. Ничего не нашел. Он говорит, но вы помните, что когда берете детей, у них может быть внутри уже болезнь инкубационный период две недели. Поэтому проверки до конца не можете. Я говорю, Бог милый, мы каждое утро пьем святую воду в храме освященную. Мы проехали от Тихого до Атлантического океана, пили сырую воду, и ни один не заболел. Ни один. Почему? И с нами проехал ураган его этот, щенкион. Видите, какие сведения. Вы бы сказали, у вас девочка такая, у которой столько наград. Гениальная просто. Ну вам не интересно это. Вы бы только увидели и сказали, неужели у нас в России такие дети есть. И она мать здесь, четверо детей. Ну просто ради интереса. Ну что вы так держите за эту свою маленькую должность? Дело в том, что если бы мы в качестве просто физических лиц... Вы ничего с вами прокурор не сделаете. Приехал прокурор, полковник, и он оставил здесь, я его не пустил. С этим и вернулся. Прокурор Края Параскова Юрий Федорович. Я близкую дружбу с семьей. Ну я говорю, ну и как приехала? Наверное, обиделся? Нет. Он говорит, там такая дисциплина строгая. Вот оказывается как. Приехал полковник авиационного училища. Я там вел занятия. Он говорит, у меня говорит, авиационное училище, такой дисциплины нет. За столом шепотом не разговаривает. Вы это все увидите. При вас будем обедать, вас угостим. Зачем вам отказываться? Я не просто говорю, я приглашаю вас как хороших людей. Причину это уберите. Она недействительна. Мы не можем на лжи строить что-то. Светлана в глаза не видела. Она желает отбить сына. Она его не возьмет. Через 10 дней отец прилетает. Его заканчивается. Все, он уезжает домой. Она его отобьет. Не знаю, но я его не отдам. Мне доверил отец. Он прислал его сюда, как говорится, самолетом. А здесь по документам встречаешь. И такой сервис есть. Все. Видите, у нас работает. Вон пустые поля. Протравка полей идет. Это на пустом месте. Маленькое селение. Земля возрождается. Ни одного развода. Ни одного пьяница. Нам это не нужно. В смысле, это ваши... Да. Вот это работает. Потеряевки, да? Да. Где крест он стоит. Это там у нас беглама называется. Костер. Сегодня будет. Да вы могли остаться своими глазами увидеть. Вот преподаватель сейчас разучивает песни какие. Дети, мы вас так ждали. Ну, вы тут повлияйте как-то на главного вашего... Кто с вами-то? Скажите, мы хотим видеть. В какую дали ехать. Ну, заблудились, можно сказать. Но умом-то зачем блудить? Умом-то вы возвеститесь над этими событиями. Ты скажите, ладно, ничего не получилось, не пустили, так и отметьте. Но я хочу вам показать. Просто как гости, которые приехали. Я по этой причине не запускаю. Вопрос уже снятый. Мне уговаривать не надо. Ну, мы будем. Ну. А что говорит, я не знаю, зачем мне было уходить. Вы обозначили. Нет, зачем уходить-то было. Потому что, если бы, я говорю, мы просто... Зачем уходить со мной? Она пускай разговаривает здесь. Она какие сведения туда дает? Откуда я знаю? Теперь-то нам как-то... Никого... Ну, хорошо. Вы, если к ней не подпишите распоряжение, теперь мы собираемся и уезжаем. Что она сейчас говорила-то, я откуда знаю. Она сказала так. Нас обматерили и выгнали. Да, ну что вы. Ну, можно сказать. Да что вы. Можно. Отстегали крапивы. Что вы. Ну, это написано у нее, отстегали крапивы. Это было. Я вас приглашаю еще раз в гости к себе и показать вам все. Милости просим. Мы не можем к вам зайти просто так. Так в гости мы зайти к вам не можем. Не можете. Прилепили свои должности. Вы помните, в Библии написано, с начальствующей будет строгое взыскание. Я не могу. То есть потерял человеческое назначение. У тебя жизнь для Бога, а не для прокурора. Один раз живем и трясемся за эту жалкую жизнешку. Встаньте на ноги, стряхните игое это рабство. Скажи, мы приехали в удивительное место. Здесь такие люди. Ну, сообщите своему начальнику. Скажи, просто как гостей приглашают. Это что он? Ну, вы же не ребенок маленький. Мы сейчас уточним. Вы подскажите, а вы кто здесь? Вы руководитель стана, лагеря? Я создатель. Создатель. Создатель и бессменный руководитель. Каждые три года переизбираюсь. А какое-то название у лагеря есть? Есть. Православный, детский, трудовой лагерь Стан через Дефис. И проверять его никто не может. Где лагерь Стан перечеркивает все, это уже проверено было. Он перемещается с места на место. Второе. В честь Климента Анкирского, священномущенника, в 312 году был замучен епископ. А чем он? Почему? Потому что был голод и детей выбрасывали при дорогах. И он 12-летний мальчик, сирота. Его усыновила богатая женщина. Он детей собирал и учил, и кормил. А у нас такие именно дети. И беспризорные, и каких только не было. И мы в честь его назвали этот наш лагерь. Он официально зарегистрирован был. Теперь он от двух общих. В краевом отделе юстиции. У нас нет ни одного замечания. У нас все работают бесплатно. И я, 44 года, не получаю ни рубля. Минимальная пенсия. Мне не давали работать. Я должен был в свободное время уложить печи. Я профессиональный строитель. Но мне не давали работать. Официально нельзя было, чтобы не работать. Посадят, тунеядцы. Я работал только вне ведомства охраны и милиции дорожного района. Другого места не было. Чтобы все время на глазах был. Но в это время я вел занятия со всеми отделами милиции. С краевым и городским. А кто это устраивал? Сейчас представитель президента в Алтайском крае. Я приглашал там, где нет комаров, зайти. Пауты. Так. Ну что, я уже, наверное, десятый раз приглашаю вас. Пойдемте как гости. И вы скажете, что-то придете там. Скажите, нас не пустили по этой причине. Отвечайте только правильно. Как это, без мух лежа, без туфты. Ну, тут мы и хотели составить информацию. Я вас приглашаю. Накормлю, напою, расскажу, все покажу. Я спросил. Мы хотели составить информацию, чтобы вы ознакомились. Ну, все, я ознакомился и вижу, что причин нету никаких. Нет. Запускать официальные органы. Если мы сейчас не как официальные, мы все равно уже где-то должны отразить. Не можете вы отразить, кроме того, что мы говорили. Это будет слишком далеко известно. Ну, подумайте, зачем вам это? Вот милиция была прокуратурой, выставленный ролик. Сейчас 36. Какие отзывы? Да все, милиция, полиция так работает. Да. Самый лучший отзыв. Что мы скажем? Мы же будем комментировать. Не мы, а другие люди комментируют. Это приглашали, не пришли. Да как же это можно так быть? Такими неинтересными. Мне вспоминается случай. Раньше заполняли анкету. Вот послушайте. Анкету. Был ли за границей? Не был, не был. Иностранный язык? Не владею. Ну, все одинаково. И, наконец, секретарь, которая пишет. Владею. Какие языки? Он начинает. Португальский, хинди, китайский. Перечисляет 17 языков. 10, на которых я разговариваю, но не пишу. Она говорит, еще он, говорит, больше не знаю. Она даже глаза не подняла взглянуть, кто рядом. Это как надо убить в человеке все живое. Перед ней стоял уникум. Она больше никогда, никогда не встретится. Вы приехали в такое место, которое вам нигде больше не найти. Нигде. Вот в Барнолу вы приедете, если. Вот зашли в обыкновенный дом. Это единственный дом в России. 11 лет шел суд после моего освобождения. Я суд выиграл. Государство мне должно было 11 миллиардов. За самую большую в мире фонотеку. И Господь так сделал, что у государства нет рассчитываться. Я предложил и недвижимость. Два дома мне отдали. Судебные все это исполнили, как есть. И там находимся, ползунова шесть. Это Бог сделал. Как с неба Бог мне два дома опустил. А как для людей, тут же сразу и все пошло. Вы встретились с нищетою, богатой во внутреннем мире. Ну вы поговорите со своим начальником-то. Скажи, ну приехали, уедем сейчас дорогу. О чем будем говорить-то? Знаете, когда Шойхед здесь был, замглавы администрации, доктором, доктор медицинских наук, я пришел к нему, он мне операцию когда-то делал. Я говорю, Яков Нахманович, его зовут Наумович, по-простооднородному. Скажите, вот вы сели в машины, там, кажется, три машины от краевой администрации. Это серьезная комиссия была. Вот вы сели и поехали. О чем вы говорили? Да обо всем. Ну, конкретно, первые слова. Меня очень интересует, я психологией занимаюсь. Ну, я сказал, знаете, мужики, я по-хорошему им завидую. Есть ответ, мы свободные, и рабами нас делать не надо. Какая-то бумажка, она для меня ничего не значит. Ну, вы сейчас приедете, прокурору сказали, неправду сказали. У нас записано, скажу, я приглашал и приглашал, они не зашли. Ну, а что, скажу, могу сделать? Причина-то рассмотрена. Если бы те не приезжали неделю назад, две недели назад, вы бы зашли. Причина была, а сейчас ее нету. Причину не обдумали. То есть неумно работают те, которые вас посылают. А закрыть они не закроют лагерь. Они еще не знают, что это стоит. Не знают. Знаете, когда первый раз это была попытка закрыть, и вот здесь вот заслон был выставлен у людей, все снималось, и фильм был поставлен, такой государственный. Знаете, фильм занял первое место на международном киноконкурсе. В каждой стране затычка была. Еще делайте. Ну, как это можно так? Дети стоят, не заходите. Плакаты первые. Коммунисты, людоеды, займитесь своей душою. Руки просят набережстану. И ни один не вошел сюда. Милиция, тут полиция была. Ни один не зашел. Все кончилось. Ну, и дальше уже Москва ударила. Потребовала отчета, что у вас делается здесь. И все, Шойфик приехал, все снял. И главный инициатор всех гонений, стан эпиденстанциям. Понимаете, они искали не в том углу. А потом, знаете, как хитро зарегистрировали они. К ним не подойдешь. Лагерь стан. Мы перемещались больше десяти раз. Восемнадцать раз лагерь сжигали дотла. Думал, любого руки бы опустились. Восемнадцать раз одни угольки только были. Это что, само по себе? Я не слышал. А кто сжигал? Кто сжигал страшно? Разбирал Фризен. Он вице-мэр города Барнаула. Петр. Он давал отчет. Он милиции, краевом отделит. Знаете, может кого-то взяли в армию. И вдруг я слышу в Чечне сейчас 400 трупов, которые не могут опознать русских солдат. Я думаю, не они или которые сжигали. У Бога все вымеренное. Их нету. Может в армию взяли. Ну, взяли. Мы заново все отстроим. Вот как потеряв, получали строить, больше нас никто не трогал. Мы же уезжали, оставляли все. Знаете, сколько вам тут интересного приготовили мы сегодня. Мы не хотим, но по неволе получается, потемкинский лагерь, как деревня. Сегодня с утра метем, убираем, чистим. Обыкновенно вот такая вот территория. Видите, как вычистили. Вас ожидали, как хороших, добрых людей. Там уже такие пирожки пекут. Да мы их угостим уже не знают как. Мы не знаем, что против, это никакой роли не играет. Мы по-прежнему готовы вас принять. Вы наши самые хорошие люди для нас приехали. Давайте, созвоните, сейчас будет обед. Вы посмотрите, какой порядок. Вы ни в одном лагере этого не найдете. Как дети обедают? Посмотрите меню, холодильники, вода греется. Как закачивается, большой бак. Где купаются? Вам настолько интересно будет. И как можно детей сохранить 44 года? А как мы над ними трясемся? Пошли купаться. Все плавают. Но с ними должен быть 16-летний, не меньше девочки, умеющий хорошо плавать. Поплавками огорожены. Это все за свой счет. Каждую неделю баня. Вы расспросите, это баня, русская баня. Свой колодец. Утром идут они за водой. Вы пьете воды. Выше среднерайонных определение уже дано. Загляните, ну все, что у нас есть. Готовят. Какие камеры, холодильники. Вот, пожалуйста, больше людей, новые рожки на 10 рожков. Все есть закрыто. Что-то не так. Ну, как могли. Здесь дети стирают, когда что-то маленькое. Фрося, минутку, подожди. Ты какой год в лагере? Не знаю, не помню. Я уже не помню. Ну, примерно хоть. Примерно седьмой. Все, иди с Богом. Отец глухонемой. Глухонемой. Четверо. В великой нужде. Все бесплатно. Это мало? Это только одно, бро. Сейчас покажу, которых пятеро здесь. Ни копейки за семь лет. И мы мешаемся. Почему? Да нигде этого больше нету. Нигде. Девочка особыми талантами обладает. Мать-ветеринар. А отец встретили мы когда? Можно сказать, бомж. Глухонемой. А она на пятом курсе училась. У нас они познакомились и дети. Он краснодеревщик. Любую обувь модельную шьет. Понятно? Такого добра у нас полно. Второе, это все в книгах написано. Мы работаем конкретно. Вот земля, пустой участок. 21 тысяча сел. Добились разрешения, официальный статус. Подвели электричество. Построили храм. Государственная школа работает. Работает интернет. С нуля. Да с нуля это полдела. Но не пить, не курить, не материться, не воровать. Вы у себя посмотрите в подъезде. Вы ребенка побоитесь выпустить. Бабушка вышла. С пятого или десятого этажа летит бутылкой. Прям при ней убил ребенка. И никого не нашли. Да вы знаете, что делается. Все вырывает. Батюшка поехал сейчас. Вот рядом урывка. А столбы вот так вот стоят. Батюшка говорит, что такое со столбами-то сделалось? А они, столбы, видите, две связки. Одни одну перепиливают. Его тянет, он падает вот так. Провода за ночь сняли. И все, нету. А почему? Безбожник. В нашем лагере не был. Один побыл здесь и говорит, а вы мою жену в лагерь не возьмете? Она меня не слушается. А наши дети слушаются, растут. Муж это глава. Он не будет подкаблучником. А эту женщину приглашаю, и она не хочет. Она неправильно делает. Мы желаем, чтобы ваша поездка не была тщетной. Просто ехать дорогой, и вам будет интересно разговаривать. Тем более этот ролик, ваша пресса, будет выставлен примерно дней через 10. Потому что я не могу ставить, если трудно. Отсылаем там в других городах, модератор работает. Выставляет, я только звонки снимаю. Вот смотрите, что это такое? Это столовая. На ветру. Здесь стоит настоящая столовая, но комары в затище. Ветер дует. Куда? Дети голосуют. Каждый день референдум. Во сколько ложиться? Каждый день. Но и встают-то дети наши в 5 утра. А вот уже сегодня, завтрашний день, уже полшестого, пошли за солнышком. Потом в 6. Они должны увидеть восход. Каждое утро, какая гимнастика, все выставлено. Пока вас еще не сдернули, я вам визитку не запрещен набрать у нас. Что-то вы такие робкие по должности. Подарите. 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 Я миссией занимаюсь. У нас сколько сектантов стали православными батюшками пришли. Я проповедник. Какой уж я там, ну бог касается сердца людей. Новые люди приходят. Вот сколько сейчас вот машина привезла такси, из Канады прилетели. Зачем? Это же ужас какой откуда. Подарите. 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 Заходите ко мне сразу. Вы не в руках. Разрешил. Я говорю, там эпидемстанция была. Милиция. О деле материя, она прошла, документы оставила. Мы это проходили уже. И на этом закончилось. Последствий никаких и не было. Ей надо было знать. Она приехала, говорит, вот когда утонули на Азовском 6 с воспитателем, указали проверить все. Доехали до нашего сельсовета, а тут остановили их. И говорит, ехать не надо. У них этого нет. Не надо. Там, говорит, обедками не кормят. И представитель сельсовета остановил их. Пожалуйста. Мы приглашаем вас в гости на обед. Пойдемте в гости, прошу вас. Просто, как хороших людей. Ну не можете вы все время, чтобы, что ваше ум, сердце приросли к костюму, что ли, к мундиру. Ну мы вас зовем, как хороших людей. У нас не было ни конфликтов, ничего. И вы все увидите, расскажете, скажете, мы видели это. Ну вот если бы вы распоряжение расписались, вы бы тогда бы прошли, вы посмотрели, вы бы нам все показали. Десятый раз одно и то. Нет, ну подождите. Ну мы-то представители Роспотребнадзора. Я сказал вам, причины никакой нет. Уже рассмотрели ее. Роспотребнадзор. Это уже проходили, мы 15 комиссий было. И все сняли, сняли. Все, что вы выставите, это уже было. Вот сортир. Да вся Россия, говорит, сортир живет. Нет, что должно быть мрамором. Мы не в Эмиратах живем. Там надо разуваться. У Путина кабинет, наверное, так не блестит, как у мусульман. У них есть на что, у нас ничего нет. У меня пенсия 6523. Я все отдал на перо, на молоко. Ничего нет, вот совершенно нет. Зайдите, посетите бедных людей. Обогатитесь духовно. На обратной стороне наши ресурсы. Сайт, форум, там все. Так. Ну, кто с вами не связан отдельно, допустим, начальнику нельзя. Но я остальных приглашаю, пройдите, посмотрите. И где вам только надо, вы посмотрите. И в келью зайдете, где спят, где едят. Положите только документы здесь. Дети сидят, ждут вас. Дети ждут вас. Приготовились. Костру сегодня готовят чеснокене, чтобы спечь, чтобы увидели. Ну и обязательно, чтобы вы с нами отведали, пообедали. Все, кто там старается на кухне, пирожки разные там румянят. Мы ходили два дня назад, позавчера, далеко за Клубникой. Тут место есть, гора, но зрели. Вы увидите, какие прекрасные у меня дети. Вот видите, вас не учат этой гибкой тактики. Ну, смотрите, сбили самолет российский. А Ардагенки сейчас с Путиным уже вместе опять. Была ошибка, готовы заплатить за самолет. Конечно, там орега не вернешь, убили. Ну, ведь нельзя же так, вот уперли и все. Да какие вы начальники тогда? У вас цель такая? Закрыть лагерь? Вы сразу поставьте. Не закрыть никогда вам его? Нет. Никогда не закрыть, это невозможно. Ну, нельзя выше роста прыгнуть. Нет, нет, извините. Причины нету. Причину новую надо придумать. Она будет придумать. С сыном не разговаривать по телефону. У нас закон такой. Это наш дресс-код. В первый раз отпустили для валюты. Я вам маленький случай расскажу пока там она. И полезно было бы послушать. Вот представьте себе. Интересный разговор. Я с вами разговариваю сейчас. Надо, чтобы она слушала это. Я вам скажу одно слово. Я готовлю зелень. Что я там сказала? Я готовлю зелень. Зелень готовлю. Это вам ничего не понятно? И вы даже не поинтересуетесь, а что это такое? Винегрет готовлю. Сам. Всегда. Я люблю это делать. Что там у меня? Ну, бутун. Чеснок. Листья крапивы дудомные. Одуванчик. Щабель. Душица. Что там еще раз? Петрушку она принесла. Укроп. Девять компонентов. Я их режу мелко. Чуть-чуть присолю. Толкушкой разбиваю. И потом это в чистом виде подается с первым. Это надо увидеть, что это такое. Сколько там витаминов. А почему не другой? Ну, мне не доверяю. Они могут упустить какой-то компонент. Смотрите, какие у нас девочки. Вон они в каркатуре такие стоят. Вот они. Пожалуйста, посмотрите. Это двойняшки. Я их не могу различать. Софья и Марья. Они юбки наделали одна трехэтажная. Утрой двухэтажная. А юбки поменяли. Я вообще не могу понять. А мама лежит в сочинении. Он там родился с порохом. И она говорит. Так что я автораспортно на себе. Да автораспортно-то лучше. А меня хотелось, чтобы вы делали. Если вы лучше ее сделаете. Нет, он не помнит. Он будет помнить на улице. Так называется, проблемы ребенка. У нас только показать, что, чего вы ни в одном лагере не увидите. Какие у нас игровые площадки. Русские городки. Еще только нет у нас. И все своими силами. Ну, пойдемте в гости. Маленько отключитесь. Я расскажу один случай здесь был. Вот представьте, я разговариваю. Помпрокурор рядом стоит. Не расположен. И вдруг мне звонок. Ну, что же делать-то? Резать им голову или не резать? Она все это слышит. А я отвечаю. Ну, чего смотреть-то? Резать, конечно. Что можно подумать? А только что был урок о том, как нападают и режут там. Ну, мусульмане, что там есть. Это ИГИЛ. Показывают так. Головы режут. А я отвечаю. Это сейчас по телефону. Как сразу это? Да нет, вы подождите, помпрокурор. Подождите, не торопитесь резать-то. Зачем же так быстро? Я говорю. Решение принято. Резать, и только больше ничего нет. Еще уговаривать будем, что ли? Это я говорю здесь. Вот за этим столом. А здесь, по-моему, прокурор стоит. Вообразите такую картину. Что она теперь будет им там говорить? Ну, она приехала туда. Я сама слышала, как сказал головы резать. Ну, она слышала, а у нее еще и записное здесь стояло. А теперь меня спрашивают. Ну, вы в самом деле резали голову, конечно. У нас ложь недопустима. А к этому маленький еще рассказ. Мужик один решил проверить свою бабенку, как она язык держит. И говорит, знаешь, мне так надоело это все, я кузнеца убил. Убил и зарыл. И смотри, не говори. Она так вышла. У колодца сразу сказала. А та другая. Он вышел на улицу, а уже окружает полиция. Он кузнещик, кузнеца. Коробочку и заложил. И вот здесь то же самое. А кому вы хотели головы резать? Вот догадайтесь. Вот разговариваю, помпрокурора стоит, телефон громко говорит. И меня спрашивают, ну что дальше с ними делать? Головы резать? Я говорю, конечно, решение принято. Резать голову. Помпрокурора сказал, да подождите, да разобраться надо. Что вы так вообще спрашиваете-то? Резать и все. Оказывается, пирог готовят. Отдали рыбу. И она сейчас готовит пирог и звонит, как, резать голову рыбы или нет. А вот даже никому о пироге и речь не пришла. Когда сказал, все засмеялись. Фух, прям от сердца отошло. А мы-то уж думали, тут ас. Геннадий Тихович, мы тоже тогда ведем видеозапись. Я хочу у вас спросить. У нас есть официальное разрешение. Да. Есть распоряжение. Согласен. Вы его отказываете подъяснили? Нет, оно неправильно составлено. Причина эта рассмотрена. Мы ответили прокуратуру, ответили милистер. Вы нас пускаете в лагерь как должностных лиц за подписью в распоряжении? Я вам объяснил, как. Кто это звонит, кто инициировал. Я и не засняли, все вот так же. Она попросила видео прислать. Это все уже было. А повторно никогда не было по тем же причинам. Причины устранены. Их нет. Совершенно нет этих причин. Мы отвечали прокуратуре, милиции. Все довольны остались. И говорят, больше приезжать не будем. Меня заверили, больше приезжать не будем у вас. Все хорошо. Вы что, меня за нос водить будете? И каждый день они мне звонят и спрашивают. Алтайская, Мамонтовская, Мамонтовская района, полиция. Я говорю, все хорошо. Что-то игра какая-то. Мы к вам приехали по распоряжению. Вы нас запускаете в лагерь на проведение внеплановой выездной проверки? Ну, я ответил вам. Причина, по которой вызвана эта проверка, устранена. Ее нету. Я приглашаю вас... То есть вы отказываетесь нас пустить на проверку? Нет, я не отказываюсь. Я приглашаю вас. Приглашаю как хороших людей. В качестве кого вы нас приглашаете? Зачем вы будете отказываться? Мы вас ждали. Мы с утра ждали. Мы молились, чтобы благополучно ехали. В качестве кого мы должны к вам зайти на проверку, если вы нам не подписываете документы? В качестве гостей мы не имеем права зайти к вам, потому что мы являемся должностными лицами. Ну, права никакого нет у вас жить. Ну, жить-то может. Скажите, да, не выполнили. По этим причинам не пустили. Но мы как люди-то интересующиеся приехали. Мы хотим посмотреть. В самом деле. Я же ничего не устрою. Вы нас пускаете на проверку? Я приглашаю вас в гости. Мы не являемся гостями, являемся должностными лицами. Вы что, давить меня хотите? Это ни прокуратура, ни ФСБ никогда не удавалось. Почему? Потому что я прав. Россия должна встать. И не надо рабов делать из них. Русский человек всегда был свободный. И поэтому Европа вся поклонялась России. Пол Европы кормили. А сегодня ничего нет наше. Все оттуда идет. Даже отраву на поля везутся за границей. Только друг друга гнобят и все. Вы, русский человек, пришли, вы давите и давите на меня. Вам это надо разве? Вы сейчас препятствуете проведению проверки. Мы не можем к вам зайти в лагерь. Понимаете, что я вас приглашаю. Приглашаю. Вы одеты прекрасно. Я вас накормлю. Оставьте все это здесь. Причины нет. Причина устранена. Что тут непонятно-то? Мы не обдумали, не придумали новую причину. Но явно будет видно, когда вторая причина-то. Вам легче от нас отстать. Вам это намного лучше будет. Сколько есть лагерей, где безобразничают, развратничают, что попало делают. Они приезжают и мне все рассказывают из лагерей. И после нашего лагеря уже дети никуда не пойдут. Мы видеосъемку ведем. Пожалуйста, ответьте. Вы нас не пускаете в лагерь. Знаете, мне уже надоело даже уже. Хотя я могу повторять много раз. Я вас приглашаю. Я заранее вам встретил и сказал, у меня желание вам все показать не ради галочки. Скажите, задание было не выполнено. Но мы как люди, свободные, мы пожелали там побыть. Нас приглашали. Приглашали и мы приняли вас. Покажем все, где спят, где стирают, где едят. Все покажем. Вы скажите, а мне надо в холодильник. Холодильники откроются. Мне нужна вода горящая где. Как заказать. Все покажем. Где кинозал у нас, где воду берем, напою. Все покажем. Я приглашаю. Но вы нас ставите на том, что я признал, что я христианин. Ложь от дьявола. Евангелие от Иоанна 8.44. Я не могу это принять. Вы меня сталкиваетесь с моей позиции. Мне 77 лет уже. Я ни разу жизни не слукавил. Чего ради я буду сейчас рушить свою жизнь? Мне пора, как Хрущев говорит, о другом думать. Я сделал все возможное, чтобы жизнь детей была хорошей. Зайти на основании распоряжения официального не можем. Распоряжение необдуманное. Они, может быть, не знали. Это их дело. Их дело. Дважды меня тем более уверили, что проверки больше не будет. Неделю назад только было. И кто говорил? Мамонковская милиция, прокурор. Прокуратура там была еще, милиционер, полицейка, который охранял. Пойдемте к нам в гости. Вам отдельно нельзя. Вы уже связаны. Ой-ой-ой. Какая жизнь ваша скучная. Вы знаете, я в УЗО, когда сидел в лагере, всем было наказано не подходить к нему. Били всех черешком лопаты. А мне со всеми разрешено. Почему? Вы можете меня убить, но заставить, что вы делаете неправильно, не удастся вам это сделать. Я человек, получивший свободу от Бога. Это чудный дар свободы. И поэтому спрашиваю, а где вы этого учились? Ну, я сейчас взял от японских лагерей, от австралийских, новозеландских. Здесь все совмещено. Самое лучшее. Легли спать шепотом, ни одного слова нет. Так, дождик вас будет захватывать. Давайте зайдем. Знаете, Тихон, скажите, пожалуйста, у вас есть какой-то документ, паспорт, с кем мы разговариваем? Документы просто. Какие документы? Ваши документы. А зачем я буду вам документы? У меня нет основания показывать вам документы. Вы совершенно не по делу приехали. И какие документы для вас? Я начальник лагеря, избран нашей зарегистрированной общиной. Какие мне документы? У нас сейчас ведется видеосъемка. Вам надо с меня сместить. Почему? Мы хотим, чтобы вы официально нам представились. Мы вам свое представление показали. Мы же должны знать, с кем мы разговариваем. Вам надо покажу заграничный паспорт. Игнатий Тихонович, то есть фамилию вашу узнать. С кем мы разговариваем? Вы не знаете, с кем разговариваете. Паспорт, конечно. Вы в интернет зарядите, и вам скажут, с кем вы разговариваете. Вы нам можете паспорт свой показать? Конечно. Ну, пожалуйста, предъявите нам его. Мы же свои документы вам предъявили. Вы до сего момента разговаривали, не знали, что разговариваете со мной? Ну, понимаете, вы уже не о том говорите. До этого готовы были зайти, и не надо паспорта. Почему? Вы бы зашли на территорию, и с вами уже сели бы и начали разговаривать. Основание меня проверять-то не надо. Я на месте. Я вас должен проверять. Вы приехали, а я на месте стою. Меня все знают здесь. Паспорт показывает тот, кто по дороге идет. Вы для меня просто мимо проходили. Я вас спросил. А я постоянно, меня все знают, представители совета, прокуратура, ФСБ, меня все знают. Я проходил по их ведомству. У меня основания нет для вас показывать, кто я такой. Я начальник детского православного лагеря, его основатель, создатель. Когда в России ни одного лагеря православного не было. Это первый в России лагерь. Ну, такие вам гостинцы приготовили, пройти, показать все. Видите как, вот эта система вас заглотнула. Дальше никуда не можете шагнуть. Так и попы боятся, что архиерей скажет. Не учат народ. А если бы инициатива-то была развязана, таких кулибинных потеряли. Почему сегодня королевых этих нету? А вот эта несвобода как раз все отняла. Сказали один раз. Повторяем одно и то же, одно и то же. Неужели это мучает в институте юридическом? Мы сказали, мы вас ждали, приготовились вас встречать. Показать вам все, что вы пожелаете. А вам надо признать, что это вина. Вы пришли проверять преступника. Я не преступник, за мной ничего нету. Я должен подписать заранее, что я преступник, поэтому... А прокурор не знает, он дал указание. Он не знает, что уже проверили. Проверили и далее. Мы с такими намерениями приехали. Вы со мной разговариваете как с преступником уже, с документами и проще. Проще всего надо было приехать в полицейскую машину, забрали и на этом все. Ничего, время зря тверять. Я с вами разговариваю как с людьми, которые приехали в гости. А вы на меня смотрите как на преступника. То, что мы делаем, никому не повторить. Мы находим 18 параметров нашего лагеря, которых ни в одном лагере нету. Самое наилучшее в мире. Я ездил по лагерям скаутским за границей. Самое лучшее взято здесь. Поэтому такие дети. Вот она пробежала, девчонка. Наверное, седьмой год. Чего бы она сюда седьмой-то год ехала. Тем более из такой семьи. Через 12 минут у нас будет обед. Через 12 минут у нас обед будет. Вы посмотрите хотя бы отсюда, какой будет сейчас полокол, как дети садятся за стол. И мы вас приглашаем. Вы одеты хорошо. Только платьяшки надо за столом надеть будет. У Рамзана Хадырова сидят, когда в совещании женщины сидят. Ни одной бесплатка нету. И он первый из глав администрации принял официальный государственный закон. Прекратить аборты. За годы перестройки в России убили в очереве матери 120 миллионов. Это государство большое. Что нам еще говорить? А тут надо проверять. Тут абортов нету. Пьяных нету. Курящих нету. А вот тут и надо проверять. Я не могу поверить, чтобы разумный человек это делал. После проверки еще. Я в сомнения вхожу. Тогда было мне проще. Я много обращался к краю прокуратуру. Имел просто близкую дружбу с прокурором края. Генерал-лейтенантом Параскуном. Сейчас там говорят другой. Понимаете, вот все везде меняется, уходят, а мы остаемся. Это логика магазина гири. Товары приходят и уходят, а гири остается. Видите, как я 11 лет вел суд. Представьте, краевой, верховный суд, СССР еще был. И в конце концов я выигрываю. Выигрываю, тормозят и все. Но на встречу пошли кто? Представьте, краевого суда Пашков. Близкие отношения. Глава администрации города Барнаула, Бавадин Владимирович. Мы просто близкие были. Он приезжал в гости ко мне. Начальник юстиции, генерал-лейтенант. Понимаете, какие люди. Собрались вместе. Тент, ректор юридического института. Лапкину руки, ноги не вставить. Что он претерпел? Ну давайте решим этот. И решили вопрос. Решение принято. Опубликовали. И мне два дома отдали. В частную пользу. Теперь там у нас и дети собираются, и церковь. А это в центре города, это не игрушка была. 11 миллиардов мне должны были. Это что-то стоило? Ну, я издавал материалы, переводил с разных языков. Это что-то стоило. Вы приехали в интересное место. И опять уходите. Я ни одного дня вот так не жил, чтобы скажут. У меня голова есть, я решаюсь. На вашем месте, я бы убедил начальника. Сказал, пока не поздно, приезжай. Пока живы эти люди. Иначе ты никогда не встретишься. Вот чем надо было заняться. У нас врачи. Свои. С разными дипломами все. Мы добиваемся, чтобы по-вышему сразу. Они идут в ординатуру. Медицинское обеспечение у вас? Медицинское обеспечение у вас? Медицинское обеспечение у нас. Ну, это хорошо. Мы принимаем. Нет, медики у вас здесь работают. Ну, смотрите. Приезжает девочка без разрешения. И оказаться больная с пеной мозг. Это вообще. Бледная вот такая вот. Пулек в лекарств. Я сказал, я приму, но только лекарства выбросьте. Она дня не может без лекарства. Поворачивайте назад, я вас не звал. Посоветовались, решили так. Она поехала в футбол уже играла. У меня свой метод. Вот она приехала, девочка. Вот это ее сестренки ходят. Вику позови сюда. Или Вику. Виктория. Вот это внешне. Гляньте на нее. И у нее что-то с почками. Ну и что с почками? Мне какое дело? Ничего. Сразу специально привожу мед. Березовый сок. И каждый день свежая морковь тертая. Уехала вообще признаков никаких нету. Я не врач. Она уехала вообще забыла про болезни. А лагерь не оздоровительный. Где она там? Просто увидите ее. Разговаривать вы ищите. Вам нельзя, говорите. Сейчас мы ударим в колокол и за стол. И мы вас приглашаем во имя Христа, которому я служу уже 53 года сознательно. За стол приглашаю. Это ее брат идет. Ну иди, ну позови Машу. Иди сюда, иди, иди, иди. Машу иди. Иди сюда, иди. Позови ее. Иди куда. Позови вторую. Где она там? Вот эта девочка. В прошлом году приехала. Что у нее? Жалобы было. Она на вторая. Мы вчера прошли, кто больше, кто плачет. А она сразу посележит. Ну что? Постой рядышком. Ну покажем. Грязняшки. Это платочки Шила и моя жена приехали. А это их старший брат за ним присматривает. Иди, Андрюша, ты кликни его. Андрей, я бы за ельцу сказал. Не болеешь, Нечи? Нет ничего меда. Все. Заметьте, что узнал. Каждое утро на площадке нужно слизывать ложку меда. Это профессор Настальд говорит. Слизывать мед на мед. За час до еды. Потом стакан березового соса. За каждым обедом мелко тертая морковь. Кончилось, уехал. Вообще ничего нет. А почки это серьезно. Где он там? Нет? А кто из вас, Маша? Кто, Соня? Вот Соня. Вот Маша. Это Маша, да? А кто больше там плачет? Маша? Соня. 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 Сокровища России. Вот он. Ну это борец прирожденный. Он будет служить в Альпу где-нибудь у президента. Больше всех подтягивается, ползает везде, как прирожденный воин. О, тебе нравится в лагере? Да. Ты какой год здесь? Уже второй, наверное? Да, второй. Третий, второй год. Вопросы к ним есть какие? Нет? Нету. Идите. Сейчас ударим колокол. Вы наших детей его посмотрели. Ах! Ах! Так, позади Лилии. У нас называют по календарю Вот старшая дочка Ливия Не Лилия, Ливия Это святая была такая Вторая Леонида У нас Леонид мужчина только А по календарю церковному Леонида А дальше Агния Сынок растет Тарасий По календарю Сколько мы потеряли Мужских имен 750 А на практике мы встречаем Не больше 33 Сейчас ударим в колокол Она ушла к Бабе Наде за пирогами Ааа, за пирогами убежали Ну вот какое дело Вот биографию Человек, говорится, с Майдана, с Украины Получает гражданство Приехал, услышал, потеряет Не принимаем, звонит, отказываем Наконец за настойчивость разрешили Приехать А он по электронике разбирается И работает бесплатно Мы пруды оживляем Пруды Вот поехали дороги В прошлом году этот участок дороги И вот прям пруд сделали Почти в полмиллиона обошлось Находятся люди, помогают Возродить земли очень и очень трудно Здесь строили где? Ну, 45-го Пьянь началась Разврат и все рухнуло Приехал мужчина, не знаю 48 что ли грузовых машин своих только было Машины отдельно Ну и началась как обычно Вот так Убежали они Сестры Вы встаньте где-то тогда поближе Вон, то есть скамейки подойдут А это наружу Вы не заходили Ударим сейчас колокол И вы увидите Вот сюда хотя бы подойдите Может быть ваш начальник помягчает Разрешим зайти Ну И сюда покажем Вот сюда подойдите Вот отсюда вот Вам будет видно там Проходите сюда Там никто не возьмет Вот сюда вот Вот чтобы было видно Сейчас я пойду ударю в колокол И вы увидите Как собираются на обед Вот сюда встаньте Чтобы видно было Будем молиться Сейчас нужно стол Порядом хотя бы увидеть Так, Кирилл Колокол Так, фотоаппарат Кому знаете, Игнатьич Да, ты сам снимай Где он хранится, то вот Это Игнатьич Вот Вот Собавы не Господи, помилуй меня Господи, ты с вами согрешил, Господи, простынный и грешный. Помимо им, воспитив эти дары, послаемые твоей щедрой бездействием. Благослови этих людей, уехать с мирным сердцем. Господи, жалься над нами, чтобы мы дали волю Духу Святому. Не лиши нас свободы, которую ты даровал в Песотворении человеку. Хвала тебе, отец, с вами с Пятой Дух. Аминь. Так, поточку. Так, вот, садимся за стол. Походи. Похожи на парад. Надо полегчо. Сейчас, кольч есть? Нет, потом, ладно. Вращай. Все, как едят, чтобы в столу не спонят. А, мам, не спонят, не спонят, не спонят. Аминь, не спонят, не спонят. Только парад. Давай. Если, конечно, будет мельче. Монепар. А если нет? Плачете ли? Нет, конечно. Руки. Надо оборужать. Руки ныть. Тихо. Все, от окошка отдать. Теть Галя сказала. Так, все? Мойте руки. Руки вынула? Да. Помыть ноги. Отдельно полотелся. Степа, здесь... Степа, Степа, нам полотенца только ножны вешали. Если там руки, то забери его. Если там руки, то забери его. Все награды собрала. Алтайский. Не можем. Доходим. Берем. 96, что ли наград только граммы? Первое место. Ну, там классическая музыка. Так, заходим. Так, поскорее заходите. Мыло положи. Я не знаю, как его назвать. Положим. А не нужно там тебе уже. Дух задержит. Все. Проходите. Только выпирайте. Тебе не холодно? Так, приглашаю за стол. Нет, нет. Хотим большое. Приятного аппетита. Вот придумайте, что-нибудь будет. В федерах дети ходят. Ну. Вытащи поточку. Море, куда? Давай. За стол. Садись. Проходите там. Садись. Подскажи. Так, сиди. Внимание. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. А ну-ка, давайте проскандируем. Россия должна встать. Россия – это мы. О! Так, ну все. Потом в другой раз начнем. Закончу. Зачем давай начнем? А то другим погасится. Угу. Отказывается. Жалко так. Ну ладно, пошли. Дом. Ну ладно. Спасибо. Гой. Время. Спасибо. ЗаконVERен. Потому что по- Bom. елено.